Сегодня в выпуске 20 лет закона творчества. На юбилее встретились донские парламентарии всех времен, но обошлись без дебатов. Над чем смеются в школе? В Ростове подрастает новое поколение веселых и находчивых. Крутить вертушки по науке. Ростовчане садятся за парты, чтобы стать диджеями. Этот день обойдется без жарких дебатов, но они пунктуальны даже вне стен парламента. Донские депутаты нынешнего и прошлых созывов собираются до начала торжества. Им есть что обсудить. 20 лет назад, 12 апреля, 45 законотворцев провели свое первое в истории региона заседание. 20 лет, я думаю, для работы законодательного собрания это срок довольно-таки небольшой, но тем не менее, в моем понимании, 20 эти лет стали прежде всего становлением демократии у нас в Ростовской области. Работать приходилось в непростых кризисных условиях. Создавая правовую базу региона, отмечают парламентарии. Среди них есть рекордсмены, которые входили в состав всех пяти созывов. Я благодарен всем депутатам законодательного собрания первого созыва, правительству Ростовской области. Мы совместно начинали все это с нуля. И надо сказать, что в пределах 80 законов и где-то 120 решений законодательного собрания, это принято впервые. Даже есть многие законы, которые вообще не были, не присутствовали на федеральном уровне. За два десятилетия народные избранники разработали и приняли тысячи законов. Законы – это тексты. Но текст не живет без людей. И поэтому законодательное собрание и наработало эти тексты, оно сумело их пронести в жизнь. И иногда ссылаются на то, что это кто-то мог сделать персонально. Неправда, это большой коллективный труд. Нынешний пятый созыв стал рекордным по числу депутатов. 60 человек избраны в высший законодательный орган региона от трех фракций. Чествовать парламентариев разных времен собрались коллеги со всего юга, представители исполнительной власти и общественных организаций Ростовской области. Поздравительные письма пришли и от председателя правительства, и от председателя Совета Федерации страны. Я бы хотел от всего сердца поздравить с этим юбилейным днем, наверное, всех наших депутатов, всех пяти созывов. В пяти созывах работало 177 человек. Вот такая огромная армия самых лучших, самых профессиональных людей. Ни одно торжественное собрание не обходится без наград. За большой вклад в развитие законодательной базы региона многих депутатов отметили благодарственными письмами. Благодарность от Оргкомитета Сочи 2014 получил председатель Донской контрольно-счетной палаты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Благодаря вашему вкладу в общее дело, игры прошли на высоком уровне и стали настоящим праздником для спортсменов, гостей и зрителей во всем мире, говорится в официальном письме. Добавлю, Валерий Хрипун входил в состав ревизионной комиссии. Она контролировала финансовые средства, направляемые Оргкомитету на подготовку и проведение различных олимпийских праздников и встреч, включая церемонии открытия и закрытия. Старейший ростовский кинотеатр больше не работает. На входе «Киномакс Победа» появилась вывеска с надписью «Закрыто». Всё это время показ фильмов здесь проходил лишь в одном зале, не оснащенном цифровым оборудованием. Тем временем кинокартины на пленках стали выходить всё реже. Оснащать «Победу» современной аппаратурой, которая может не окупиться, руководство не стало. Как пояснили в компании, ещё в прошлом году здание продали частному лицу. Новые собственники решили закрыть кинотеатр. Что будет на его месте, пока неизвестно. Перед выступлением КВНщики подбадривают друг друга рукопожатием без лишней сентиментальности. Всё-таки мужская сборная. Конкуренцию артистам с настоящим мужским юмором составят ещё 8 команд весёлых и находчивых. Из средней школы в высшую лигу КВН хотят попасть и старшеклассники с патриотичным названием «Театральный проспект». Шутить они начинают ещё за кулисами. «Мы настолько наглые, что мы принимаем кроссов из рук. Будут два конкурса у нас сегодня. Это приветствие и конкурс «Домашнее задание». Мы его нацелили как раз на будущее абитуриентов. Предстоит учиться мне в университете». На сцене конгресс-холла ДГТУ развернулся настоящий бой смелых юмористов. В ход шли и песни, и танцы, и остроумные высказывания. Во всём мире кризис, а не Олимпиады, и Олимпиады. Ну кто потратит 4 годовых бюджета Гондураса на ферверки? Кручу, ирчу. Это было. Это будет. Не эти не потянут. О, Ромса! В центре внимания молодёжи вовсе не детские темы. Политика – одна из самых популярных. А почему я не вижу в меню крымских вин? Они теперь в разделе заграничных напитков. Тогда мне котлеты по-киевски. Патриотично. Городской фестиваль школьных команд КВН мало чем отличается от университетских соревнований весельчаков. Те же конкурсы – тот же азарт у участников. Начинающие юмористы обещают шутить на сцене и дальше, уже в студенческой лиге. Но мы всё равно с вами здесь и сегодня. Ура! КВН! Ура! Научиться диджейским приёмам и узнать последние новости мира танцевальной музыки из первых уст совсем скоро можно будет на ростовском интернет-канале «МайДиджейТВ». Запускают проект «Три друга», которых ещё в студенческие годы связала музыка. Набравшись опыта, диджей делится секретами мастерства в своей школе. Средний путь от начала обучения до клубной сцены длится два года. В Ростове всё больше юных музыкантов, но по закону выступать в ночных заведениях до достижения совершеннолетия им запрещено. Мы учились в одном университете в РГУ вместе и просто познакомились. На крыльце мы стояли на улице, я услышал, как он говорит, что играл где-то, не помню, где точно это было. Я просто подошёл к нему, привет, меня зовут Рома, я диджей. Я услышал, что ты тоже диджея. Он говорит, да, да, я тоже диджей, я играю музыку. Оборудование для диджеинга становится всё дешевле, говорят музыканты. Сегодня можно найти новую установку всего за 10 тысяч рублей. А то и вовсе начать бесплатно играть в клубах, оттачивая мастерство на пульте работодателя. Ну ты два балла проируешь. 30 секунд осталось. Чё ты ждёшь? В Донской столице стартовал международный турнир по греко-римской борьбе на приз братьев Самургашевых. В этом году престижные соревнования проходят уже в 14-й раз. Участники из 11 стран в течение нескольких дней будут соперничать за поездку на первенство Европы. От России на турнир выставлены три состава. Примечательно, что в нашу сборную уже вошли борцы из Крыма. А вот Ростовская область выступает отдельно. У региона привилегий, как у принимающей стороны. На данный момент это единственный международный турнир в России для спортсменов моложе 18 лет. Цена победы – путёвка на юношеский чемпионат Европы, который пройдёт в Болгарии. Защищать честь своей страны в Донской столице борцы будут до 13 апреля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова